Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна, вы на канале Семена Партнер. Присоединяйтесь! Сегодня будем сеять виолы. Виолы это крайне неприхотливые растения и многие сравнивают их очарование с орхидеями. Виолы растения к тому же еще и весьма универсальные. Их можно высаживать на солнце при хорошем поливе, но больше все-таки они предпочитают ажурную полутень. Виолы можно высаживать большими куртинами в открытый грунт, но также прекрасно они себя будут чувствовать в кашпо. Виолы можно посеять под зиму, тогда весной они взойдут и в принципе к концу лета можно ожидать цветения. Второй вариант это посев виолы летом. Тогда в зиму эти растения уйдут с бутонами, но ранней весной вы увидите обильное цветение. И третий способ, который мы сегодня будем использовать вместе с вами, это посев виолы на рассаду. И февраль это самый удачный месяц для того, чтобы сеять виолы в интернет-магазине Семена Партнер. Шикарная коллекция, вы еще успеете заказать и сделать посевы, поэтому присоединяйтесь. В первую очередь нужно посеять виолы ампельные. Ампельные виолы хорошо будут смотреться в полутени вашего сада в подвесных кашпо. Причем в кашпо объемом 6 литров надо высадить всего одно растение. И вот это растение очень быстро вырастет в огромный объем. Несколько растений не высаживайте, растениям будет тесно. То есть лучше одно и подождать, пока растения разрастутся. Расцветок очень много, но я все-таки советую вам не пестрить и очень тщательно продумать цветовую гамму. В пакетике 10 семян. И вот лучше всего виола смотрится, когда рядом растет 20-30 растений одного цвета. Горильяш и болеро. Посмотрите, как хорошо между собой сочетаются эти растения. Мелкие цветы и крупные куртинами высаживаем рядом. Это сочетание для любителей ярких красок. Можете сыграть на контрасте и рядом высадить виолы синего цвета, сиреневого оттенка и желтые. Еще одно интересное сочетание это золото Нибелунгов и Шерхан. Вроде бы два разных сорта, но оттенок один. Желтый светлый и желтый потемнее со штрихами. Интересное сочетание. Эпоха барокко это смесь вот таких вот гофрированных цветков. Да, можно составлять милейшие букетики. Но в принципе рядом вы тоже можете с этим цветником ажурным, ярким посадить какой-нибудь сорт нейтральный вот такого вишневого оттенка, как танго-манго сальса. Виола растение крайне неприхотливое, рассаду вырастить совсем несложно, но до сих пор между цветоводами идут споры. Как же лучше будет всходить виола в темноте, либо на свету. Вот чтобы не спорить, давайте с вами проведем эксперимент. У меня два пластиковых парничка вот с такими вставками. И прозрачные крышечки, где регулируется сверху приток воздуха. Ячейки заполняю рыхлым грунтом и затем его утрамбовываю. В воду добавляем биофунгицид и смачиваем грунт. У меня ячейки заполнены не до краев. Если вы будете сеять не в ячейке, а в какой-то общий ящик, то я вам тоже рекомендую не насыпать до краев. Объясню почему. У нас дома не так много места. Не у всех есть огромное количество фитосветильников. И виолам света может немножко не хватить. И все мы прекрасно понимаем, что растения вытягиваются. Так вот, это пространство незаполненное. Если вдруг виола у нас с вами вытянется, начинает вихляться, мы можем подсыпать земелькой и выровнять растения. В каждую ячейку, в принципе, можно посеять по одному семечку. Тогда длительное время, без пикировки, здесь прекрасно будут расти виолы. Но можно сэкономить и посеять по два. В принципе, виола крайне неприхотлива и отлично переносит пересадку, даже если мы порвем корневую систему. А уж если это сделать аккуратно, тем более. Поэтому решайте, как выгоднее сделать именно вам. Я семена раскладываю поверхностно и палочкой прям слегка вдавливаю грунт. Но, тем не менее, семечко остается на свету. Чтобы ничего не перепутать, в один контейнер я посадила все желтые виолы, во второй буду сажать самые мелкие. Я посеяла семена в два контейнера абсолютно одинаковым способом. Открыла отверстие, чтобы был воздухообмен. Накрываю. Один контейнер я отправляю под фитосветильник, а второй спрячу в темный пакет, чтобы не было доступа света. И посмотрим, какие же семена быстрее взойдут. И какой способ посева все-таки лучше? На свету, либо в темноте. Поэтому следите за выпусками наших программ. Начиная с 15 февраля и по март месяц, мы с вами будем сеять на рассаду сельдерей и лук. Посмотрите, есть ли у вас семена в наличии. Эти культуры желательно выбрать со свежим сроком годности. И если нет, то заказывайте в интернет-магазине семена партнер.